Итак, первый ивент в Destiny 2, историю которого сотворили сами игроки, даже те, кто не играл в первую часть, что примечательно. Привет, это канал Triple Vibe, и сегодня мы поговорим о первых подробностях ивента Солнцестояния Героев. Как я уже предполагал в этом ролике, Солнцестояние — мероприятие, посвященное Кабал, а именно памяти победы. Нет, не этой, и не этой уж тем более. Победы над Красным Легионом, разумеется. Стражи будут клеить стикеры «Никто не забыт и ничто не забыто», и Красный Легион 2017 можем повторить на кабины своих кораблей. И, конечно же, будут охотиться за новым лутом, и думаю об этом и о механике ивента поговорим подробнее. Икора Рэй — представитель Солнцестояния Героев в башне. Нам откроют новое крыло в городе, где нас как раз и будет ждать Икора. Было бы круто, если бы этим новым крылом города оказался Старый Тауэр, символично восстановленный годовщине битвы с Гоулом. После приветственного диалога она пошлет вас в центральный район башни, где горожане возвели статую в честь Солнцестояния. Статуя Героев будет учитывать ваш прогресс триумфов, там-то вы и сможете получить ту самую праздничную белую, как китель Адмирала, броню Солнцестояния Героев. Броня эта тоже не так проста, ее необходимо будет улучшать на протяжении мероприятия. Сначала вы получите набор опаленной брони, необычного уровня редкости с уровнем силы всего в 240. К каждому элементу брони привязана серия заданий, которые вам нужно будет завершить для его улучшения. Типа как на украшение в сете Железного Знамени или почти любом другом сете. После завершения всех заданий вы сможете вернуться к статуе, чтобы получить сет восстановленной брони с уровнем силы уже в 340 единиц и новыми заданиями. А после их выполнения вы получите уже набор роскошной брони с уровнем силы аж в 400. Ну и на ней будут задания, которые после завершения наградят вас абсолют версией этой же брони. Помните, я говорил в начале памяти, воспоминаниях о войне с Кабал? Ну так вот, чтобы улучшать броню, нам предстоит выполнять 5 миссий из оригинальной сюжетной кампании. Их немного переделали, повысили сложность, добавили новых боссов, ну и надеюсь это как-то разнообразит геймплей. Воспоминания это можно начать в башне после взаимодействия с соответствующей статуей. Такс, теперь к заданиям триумфа. О них я тоже уже рассказывал на канале, и если вы смотрели внимательно, то запомнили, что последние 5 триумфов станут доступны лишь с началом мероприятия «Солнцестояние героев». Сами эти оставшиеся задания будут сохраняться в секрете до самого ивента. Триумфы будут представлены в качестве внутриигровых контрактов, тех самых, которые только-только появились в игре с патчем 1.2.3. После завершения контрактов вы сможете получить заслуженные награды все у той же статуи. Кто там говорил, что вендоры в игре совсем пустые и похожи на терминал выдачи заданий и наград? Ну вот, теперь будем общаться реально со статуей. Сами напросились. Помимо общения с камешком, у вас также есть возможность получить анграму «Солнцестояние» у обожаемой всеми Тесс Эверис. До трех анграм на учетную запись. Это при условии, если вы завершите рубеж мероприятия к каждым персонажам. А ведь у вас их три, верно? Проблема с донатом во время ивентов в игре решена уже давно. Сейчас довольно просто получить любую вещь из ассортимента торговки, не вкладывая при этом рубли в криптосильвер. Например, повышая уровень во время солнцестояния героев, вы будете получать как привычную яркую анграму, так и анграму солнцестояния, вне зависимости от того, какие задания выполняете. Из этих анграм вы и будете получать особые ивентовые награды. Мне особенно понравился корабль. Напоминает смесь крестокрыла из «Звездных воин» и корабль новой монархии из первой части. Весь ассортимент не показали, но светанули клевых призраков, черно-красный нефритовый кролик и в очередной раз выставили варлоков петухами. А, и еще, если вы играли в первую часть и юзали там хрому на броне, то, во-первых, объясните зачем, а во-вторых, радуйтесь, она появится и в Destiny 2. Применить ее можно к любому элементу брони солнцестояния, после получения свечения его можно использовать будет неограниченное количество раз, подобно украшениям, а еще это свечение становится ярче, если оно соответствует стихии подкласса стража. Вот, это пока что все, что известно об ивенте. Каждый раз, когда я рассказываю о чем-то новом в игре, я надеюсь на снижение токсичности в комментариях, ведь невозможно отрицать, что в игре что-то происходит и есть позитивные изменения. Так что давай, дружище, ставь лайк, не говори, что все плохо, не забудь подписаться, следи за всеми новостями о Destiny, сделаем ее великой снова. Пока!